Всем привет! Сегодня я продолжаю рассказывать вам о своих покупках уходовой косметики. И давайте поскорее начнём. Итак, в прошлом своём видео, там где я рассказывала о своих наборах, я не показала вам ещё два, я просто забыла это сделать, поэтому, конечно же, я спешу вам показать их в этом видео. И давайте начнём. Сперва покажу вот такой вот набор от Бархатных ручек. Роскошное питание. И здесь два крема было в наборе, которые, конечно же, сейчас я вам покажу. Итак, во-первых, здесь был стандартный их крем, который, в принципе, всегда можно купить. Питательный, который смягчает кожу, устраняет сухость и обладает насыщенной структурой. В общем, здесь с маслом ши, маслом авокадо и витамином В5. В общем, вот такой вот крем, который у меня уже неоднократно был, и который, конечно же, мне очень понравился. Но вообще взяла я этот набор именно из-за второго крема, который я ещё нигде, в принципе, в свободной продаже не видела, только вот в наборе первый раз увидела, и, конечно, захотелось очень попробовать что-то новое у Бархатных ручек. И я покажу вам вот такой вот крем. Прикосновение нежности называется он. Такая здесь очень симпатичная упаковочка. Здесь у нас орхидея и протеины шёлка. В общем, да. Вот такой вот крем. Им я ещё не пользовалась. Буквально вот только распечатала набор, это чтобы вам показать всё, что в нём есть. И думаю, что уже сегодня я испытаю этот крем, потому что очень хочется узнать, какой же он. Но сейчас можем сказать, какой у него аромат хотя бы. Уже по внешнему виду я вижу, что он такой... Ну, аромат, на самом деле, я ожидала, что будет более насыщенный. Но, на самом деле, просто такой обычный, лёгкий, цветочный аромат. И он имеет такую лёгкую консистенцию. То есть, мне кажется, будет довольно-таки лёгким. Как раз вот на весеннее, летнее время, думаю, сойдёт. Ну, а этот, конечно, более такой питательный. И на холодное время, думаю, будет отличный. В общем, да, вот такие два крема были в этом наборе. И ещё один набор, который я вам также ещё не показывала. Это абсолютно мне неизвестная фирма, которая называется Vegetal Keramids. Изготавливает её Вельта Косметик. Да, Вельта Косметик. Вот такой вот наборчик. Такая вот здесь была коробочка. Называется Экспресс Уход Сияния Кожи. И сюда входит два средства, которые сейчас я вам покажу. Во-первых, крем-скраб обновляющий с активными микрогранулами для всех типов кожи. Вот такой вот. В объёме 150 мл. Довольно-таки хороший объём. И он такого белого цвета. Но там очень много таких зелёно-скрабирующих частичек. То есть, можно видеть вот здесь вот, что там очень много таких мелких гранул. Будет интересно попробовать. Ничего вообще не пробовала из этой фирмы Вельта Косметик. И, конечно, меня заинтересовал этот набор. И я захотела что-то новенькое попробовать. И также в этом наборе ещё была маска Vegetal Keramids. Это маска антивозрастная, продление молодости, с витамином Е. Она должна увлажнять, разглаживать кожу на понятие энергии. И, конечно же, замедлять процесс старения. Вот такая вот здесь маленькая масочка в объёме 50 мл. Конечно же, эту масочку я отдам маме. Может быть, даже и скраб тоже. Потому что мне вообще кажется, что эта вся серия она уже более для такой взрослой кожи. Поэтому, скорее всего, этот набор пойдёт маме. Но мне хотелось просто вот что-то попробовать из этой серии. Так что думаю, что скрабом всё-таки я воспользуюсь. И посмотрю, как он будет работать. И на моей коже тоже. Следующая покупка – это будет шампунь. Шампунь от Schwarzkopf серия Shauma. И это у меня идёт крем-уход с маслом органа. Питательный крем-шампунь для ломких и секущихся волос. В общем, да. Вот такая вот здесь огромная бадья в 380 мл. Этот шампунь я не планировала покупать абсолютно. Но просто он мне был срочно нужен. Потому что с собой у меня в поездке шампуня не было. И поэтому мне пришлось бежать и срочно покупать какой-то шампунь. И я выбрала именно этот. Потому что мне понравилось то, что он с маслом органы. И он для ломких и секущихся волос. Именно поэтому я его и взяла. И там я, конечно же, несколько раз воспользовалась поездки. И мне он понравился. Действительно, я не думала, что шампунь настолько бюджетный может действительно хорошо работать. То есть он не пушил мои волосы. Он ничего плохого с ним не сделал. Хорошо очищал их. Не знаю, как насчет того, что-то делает он с секущимися волосами или нет. Это, мне кажется, шампунь в реале сможет сделать что-то с ними. Но вообще как шампунь, как очищающее средство для волос, он работал неплохо. Поэтому, конечно же, с удовольствием буду продолжать и дальше им пользоваться. Дальше хочу вам показать средство, которое я купила для лица. И вот такая вот новиночка. Относительная новинка, на самом деле, вышла еще, по-моему, осенью или даже летом. Очень давно хотела попробовать. У меня из этой серии уже был скраб с грейпфрутом. Очень, мне безумно просто понравилось. И когда вышла у Гарниер уже чистая кожа, новая серия. Сила васаби, вот это вот. Я, конечно же, очень сильно хотела попробовать, как будет работать гель с васаби на коже. Это было, конечно же, очень интересно. И у меня опять-таки был выбор взять гель с дозатором или скраб в тюбике. Но поскольку у меня уже был скраб, но, естественно, он был у меня не с васаби, но все равно у меня уже был скраб, поэтому я знаю, как он работает. Я решила что-то уже купить новенькое и взять гель. Тем более, мне очень заинтересовало в этом геле то, что здесь есть дозатор. Это невероятно удобно, поэтому, конечно же, я взяла именно гель. Вот так вот покажу, он поближе выглядит. И он у нас идет якобы очищающий, энергетический. Должен сокращать несовершенство, пробуждать, тонизировать, не сушить кожу. Здесь экстракт васаби и мандарин. Здесь еще, кстати, даже не знала, что здесь мандарин еще есть. Подходит для жирной кожи, склонная к несовершенствам. В общем, я уже также, по-моему, раз или два этим средством воспользовалась. Конечно, как только купила, сразу же пришла и попробовала. Действительно тонизирует, освежает, очищает кожу. Эффекта никакого васаби я, конечно, не видела. Думаю, как-то будет, знаете, может быть, покалывать кожу. Но нет, этого не было. Просто такой освежающий гель. В принципе, на этом и все. И я думаю, что, конечно же, буду пользоваться им именно утром, для того, чтобы взбодриться хорошенько. Мне кажется, что именно с этим гелем это возможно. Поэтому, да, буду пользоваться по утру. И здесь также хороший объем. Если в скрабе 150 мл, то здесь целых 200 мл. Поэтому, да, рада, что наконец-то попробую вот эту вот серию чистая кожа Сила Васаби от Гарнир. Следующий продукт – это продукт от Биакон. И это крем-гель для умывания успокаивающей, который должен очищать кожу и также снимать макияж. Это у меня с персиком. Показывала я вам уже после баночков, что у меня был такой гель, но у меня был не крем-гель, а обычный гель с лаймом освежающим, которым я пользовалась в паре с лосьоном в прошлом летом. И, конечно же, осталась в восторге, потому что средство действительно очень хорошее. И решила также еще взять что-то еще с этой линейки. И взяла крем-гель с персиком. В общем, здесь также хороший объем, 150 мл, хватает надолго. Хотя, насколько я помню, геля мне хватило ненадолго, потому что он довольно-таки жидкий, очень-очень такой жидкий. Поэтому расход у него был большой. Здесь у меня еще запечатано, но чувствуется такой приятный персиковый аромат. И понравилось то, что это именно крем-гель, то есть он должен как бы увлажнять кожу, и мне это понравилось. Мне кажется, оставлю уже на более холодное время года, потому что в жаркое время года, конечно же, стараюсь чем-то таким пользоваться более освежающим, тонизирующим, что-то наподобие таких вот средств. А вот такие вот кремовые средства обычно оставляю именно на холодное время года для того, чтобы питать и увлажнять кожу. Вообще, мне очень нравится эта серия, и я могу ее советовать, конечно же. Следующий продукт – это будет пенка-муз для умывания черного жемчуга. В принципе, тоже относительная новинка. Буквально, мне кажется, зимой она вышла. Деликатное очищение. Здесь биомасла, провитамины. В общем, такая мягкая моющая основа, очищение, удаление макияжа. В общем, все-все-все должно здесь быть. Порадовалась, что здесь опять-таки помпа, потому что это пенка. И да, уже как можно видеть, я уже пользовалась этой пенкой и довольно активно пользовалась. Мне она, правда, очень понравилась. Дозатор действительно очень удобный, с ним проблем нет. Хорошо выдает продукт и очень-очень-очень приятный аромат. На самом деле, пахнет действительно какими-то вот маслами такими приятными. Отлично удаляет макияж, отлично увлажняет кожу, не пересушивает ее. И я, правда, осталась в восторге от этого средства, поэтому думаю, что обязательно буду еще что-то покупать из этой линейки черного жемчуга. Потому что, я знаю, там видела еще что-то не вышло. Кажется, с дозатором еще такие там средства были. Поэтому еще также хочется что-то попробовать из этой вот серии. Мне вот пенка очень, правда, понравилась. Могу советовать всем, кто любит пенки. В принципе, мне кажется, она подойдет абсолютно для всех типов кожи, для любого возраста. Поэтому, да, неплохая пенка, мне понравилась. Дальше я покажу вам два продукта из фирмы MyFace. Ничего раньше не пробовала в этой компании. Вот решила исправить упущенные и что-то все-таки у них купить. Во-первых, покажу антибактериальный тоник. Он должен уменьшать поры для нормальной и жирной кожи. Вот такой вот. И здесь очень хороший объем, 250 мл. Конечно, хватит его на долгое время, потому что лосьоны на самом деле очень быстро заканчиваются. А здесь очень хороший объем, что определенно плюс. И довольно-таки бюджетная компания. Поэтому, если, конечно же, увидите, то советую. Это неплохой тоник. Действительно, он для жирной кожи отлично подходит. Он подсушивает несовершенства, при этом не пересушивая кожу. Так что, да, вот на летнее время, я думаю, будет отличный продукт. Буду с удовольствием им пользоваться. И второй продукт из этой вот компании, также MyFace. Это, конечно же, довольно известный продукт в плане новшеств за последнее время. Это мицеллярная вода. Конечно же, многие сейчас ведутся на вот это вот название мицеллярка. И, конечно же, хотят купить от разных фирм, попробовать, сравнить. И я в том числе увидела, что в этой фирме MyFace также еще появилась мицеллярная вода. И поспешила, конечно же, ее приобрести. В общем, вот такая вот здесь водичка. И здесь объем 200 мл. Довольно небольшой. Небольшой, конечно, если сравнить с мицелляркой от Гарниер, там ли 400 мл, то, конечно, это можно сравнить с мицелляркой от Лореаль. Также здесь написано, что она должна очищать кожу от макияжа и загрязнений. Также должна увлажнять. Также, конечно же, должна регулировать выделение сальных желез. И, конечно же, еще регенерировать кожу. В общем, очень много всего, как обычно пишут, она должна делать. Пока не знаю, пока не пользовалась. Очень надеюсь, что все-таки этот продукт будет смывать макияж с глаз без проблем. То есть без всяких там покраснений, без всяких там покалываний, пощипываний. Надеюсь, что все-таки на глазах он будет работать хорошо. Потому что мицеллярные воды я использую только на область вокруг глаз. На все лицо я ими не пользуюсь. Поэтому хочется верить, что этот продукт меня не разочарует, конечно же. В любом случае, рада что-то новенькое попробовать. Особенно какую-то новую мицеллярную воду будет очень интересно. Абсолютно для меня новая фирма под названием Nature Mad. Очень давно засматривалась на продукты этой серии. Тут вот недавно проходила мимо, видела, что на них акция. И решила, что в этот раз уже все-таки куплю хотя бы пару продуктов для того, чтобы попробовать. И, в принципе, это довольно бюджетная косметика. Поэтому, да, пересмотритесь, если увидите. Покажу два средства. Кстати, да, они оба идут в отдельных коробочках. В каждой коробочке отдельная инструкция на каждый продукт. Это также никак не может разочаровывать. Это определенно радует. Итак, первый продукт. Это пенка для умывания, для всех типов кожи с имбирем и грейпфрутом. Вот такая вот здесь коробочка, в которой, опять же таки, есть инструкция для этого продукта. Хотя, не знаю, зачем она нужна, но там она есть. И сама пенка выглядит вот таким вот образом. Опять же таки, с помпой довольно-таки удобно. В целом, почему-то я очень часто, меня тянет именно на пенки. Потому что, ну, не знаю, как-то мне удобно очень пользоваться именно пенками. Смывать макияж с лица, пенки справляются с этим всегда просто отлично. И они классно пенятся, конечно же. В общем, да, вот такая вот пеночка здесь в объеме, в объеме. 150 мл, в принципе, стандартный объем. И второй продукт, конечно же, не могла я купить пенку или гель и не взять к нему в придачу еще лосьон. Лосьон, который называется, ну, вернее, это тоник для проблемной кожи. То есть, у меня пенка для всех типов кожи, а тоник я взяла именно из линейки для проблемной кожи. Он называется «Свежесть для лица». И здесь также в составе у нас базилик и брусника. В общем, да, вот такая вот здесь также коробочка. Здесь вот сверху пишется, в принципе, фирма. Кому интересно, Nature Matte называется. И тоник у нас выглядит вот таким вот образом. Вот такой вот он зелененький. Также довольно, в принципе, удобные упаковочки у них. Я вообще думала, что здесь будет такое огромнейшее просто горло. На самом деле, нет. Здесь вот такой вот здесь ограничитель, что определенно также плюс этому средству. Пахнет, в принципе, приятно. Ничего такого плохого в аромате нет. Обычный, стандартный, косметический, довольно приятный аромат. Так что, конечно, еще не пробовала, довольно недавно купила, еще не успела воспользоваться. Но пока то, что я вот увидела, пока мне нравится оформление, дизайн, то, что пишут на упаковках, то, что обещают. Как-то мне это очень понравилось, и я решила купить эту продукцию. Следующий продукт также идет для лица. Да, и это пилинг для проблемной кожи в объеме 100 миллилитров. Называется он Синерген. В общем, да, вот такой вот пилинг. Это, насколько я понимаю, немецкая косметика. Привозят нам ее именно с Европы. Производитель Росман. Вот такой вот гель. В общем, да, он также для проблемной кожи. Опять же таки купила, потому что никогда раньше ничего не покупала из этой фирмы, и, конечно же, захотела что-то новое попробовать. В фаворитах, если мне понравится этот гель, именно пилинг, или же в пустых баночках, вы узнаете мое подробное мнение об этом пилинге. Но пока вот показываю, что да, купила для того, чтобы попробовать. Надеюсь, понравится, как обычно. Дальше еще два продукта, которые также я покупала по скидкам, и также для меня абсолютно неизвестные фирмы, потому что люблю что-то новенькое, конечно же, пробовать, как и многие, думаю. Хотя нет, я знаю, что многие любят покупать все время одно и то же, потому что вот какой-то им продукт понравился, то есть они решили для себя, что они нашли то, что им нужно, и все время покупают именно одно и то же. Я не могу так серьезно, я все время хочу что-то разное пробовать, все время что-то новое, одними тем же мне пользоваться очень-очень скучно, хочется как-то разнообразить свою жизнь, и покупаешь что-то такое новенькое, неизвестное. В общем, да, первое, что покажу, это фирма под названием Витамин Е. Насколько я понимаю, выпускает, выпускает, выпускает также Германия. И это у нас средство для снятия макияжа с глаз, здесь 100 мл, оно у нас идет кремовое, и якобы с этим вот самым витамином Е. Вот такой вот здесь интересный довольно тюбик, и я уже им воспользовалась буквально один раз. Глаз, оно действительно выглядит как крем, такое вот именно кремовое. Смывала им, конечно же, именно макияж с области глаз. Пекло, правда пекло, была расстроена, потому что надеяла, что все-таки такого не будет, но действительно очень подпекало, и это мне не понравилось. Думаю, любому это не понравилось бы, поэтому да, пока я как-то расстроена по этому поводу, и пока не пользуюсь им, поставила запасы, возможно, позже снова буду пользоваться. Но как-то да, немножко меня это разочаровало в этом средстве. Следующий продукт привлек меня своей просто обалденной, шикарной упаковкой, и мне даже было все равно, что там внутри, я хотела купить этот продукт, потому что он очень симпатично выглядит. Это у нас глиняная маска для лица, грязевая маска, 100 мл здесь также. В общем, вот такая вот она, на самом деле просто такое шикарное, такое оформление маски, такое классное, такое крутое, такое вкусное даже, какое-то такое шоколадное. В общем, интересный довольно продукт, называется фирма Beauty Formulas, и сделана она в Англии, именно ее там делают у нас. В общем, да, вот такая вот масочка, тут у нас впереди все на английском написано, а сзади здесь можно подробнее почитать о ней. В принципе, стандартная маска, пишут, что изготовлена она на основе глины, помогает убрать излишки кожного сала и, конечно же, всякие омертвевшие клетки на коже, разблокировать поры, улучшает цвет и вообще общее состояние лица, подходит для всех типов кожи. И насчет аромата, аромат, в принципе, такой стандартный, глиняный, как обычно, в принципе, маска пахнет. Думала, что будет такой приятный шоколадный аромат, как у маски Freeman, с шоколадами и клубникой, но нет, этого не оказалось. В принципе, аромат приятный, косметический, но ничем таким сладким и вкусным он не пахнет. Не пахнет эта маска, но на вид такая, конечно, как шоколад. Действительно, мне очень напомнила маску от Freeman. Очень напомнила, такая, видите, там шоколадного такого цвета, довольно приятная на вид. И неплохо работает, действительно, я уже раз пользовалась ей. Правда, неплохо так матирует кожу, убирает загрязнение с лица. Действительно, все, что должна делать грозевая маска, все эта маска делает. Поэтому я осталась довольна, я не знаю, как будет дальше, но вот после первого раза мне она понравилась. Поэтому да, не только внешне она красивая, но и внутри мне также понравилась. Еще одну покупку для лица вам покажу. Это будет повторная покупка, потому что продукт, на самом деле, просто великолепен. И я решила, что периодически буду его покупать. Это у нас крем для лица Vitamin Energy от Liren. Вот такой вот крем. Буквально, кажется, зимой показывала вам его в пустых баночках. Говорила о том, что хотя бы два раза в год или хотя бы раз в год нужно пользоваться этим кремом, потому что он действительно витаминизирует вашу кожу, действительно питает вот этими самыми нужными витаминами, заряжает ее энергией. И мне этот эффект очень понравился, на самом деле. Такой вот он, такого там телесного цвета. И там очень много таких вот мелких синих гранул, которые растворяются на вашей коже, когда вы разносите крем. Аромат просто шикарнейший. Правда, пахнет таким чем-то вот цитрусовым, манго. Очень классно так пахнет. Действительно, даже аромат заряжает уже энергией. Поэтому, да, я могу смело этот крем советовать. Действительно, он у меня в любимчиках. И я думаю, что периодически всегда буду его покупать и радовать свою кожу вот этим вот витаминным зарядом энергии. Дальше купила просто, можно сказать, бестселлер. Это крем для рук, также от бархатных ручек. Но это именно серия роскошь Макадами с маслом ореха. Источник нежности, мгновенно впитывается, насыщенное питание, антиоксидантная защита. В общем, да-да-да, много всего пишут, как обычно. И, конечно, да, аромат на самом деле приятный. Действительно приятный, но я ожидала большего, потому что расхваленный очень этот крем. Действительно, все его так хвалят, особенно из-за его аромата. Но на самом деле аромат не такой уж прям вау. Допустим, аромат в бархатных ручках Королевская органа мне понравился намного больше, нежели здесь. Там он какой-то более такой особенный и ярко выраженный. А здесь просто такой какой-то обычный, стандартный, немножко сладковатый аромат. Крем, я думала, будет более такой густой. Но на самом деле он довольно-таки легкий. Но, тем не менее, все равно неплохо так питает, увлажняет руки. И, да, пару раз я также уже им пользуюсь, поэтому могу сказать, что действительно хороший крем. И, конечно, буду и дальше покупать его. Дальше еще хочу вам показать наборчик. Также шел с классной скидкой. Сразу два этих продукта. Во-первых, это пенка для бритья с маслом абрикосовых косточек Lady Caramel. И это у нас, кстати, выпускает, выпускает фирма Elfa. Также Elfa. Есть у меня уже такая пенка. Как раз сейчас я ей пользуюсь. Но я увидела этот набор по очень выгодной цене. И решила, что обязательно возьму, потому что я в восторге от этой пенки. Настолько я в восторге, что просто не передать словами. И у меня обязательно должна быть хотя бы одна в запасе еще. В общем, да, вот такая вот пеночка. Во-первых, аромат. Действительно, аромат просто обалденный. Пахнет чем-то таким сладким. Действительно, абрикосом невероятно приятно. И ваниль, и абрикос, и сладенькая, и кисленькая. В общем, просто обалденный аромат, на самом деле, имеет эта пена. Во-вторых, пенка, она очень такая густая, очень приятная на ощупь. Действительно, ну, процесс бритя с ней просто наслаждение. И цена, правда, очень-очень бюджетная пенка. Дешевле намного стоит, чем те же самые Gillette и Arco, которыми многие из нас пользуются также. В общем, если видите, конечно, не пройдите мимо. Шикарная пенка. Да, действительно, я, мне кажется, если я буду вообще где-то видеть, то буду всегда ее покупать, потому что очень достойный продукт. Да. И в наборе с этой пенкой был не менее прекрасный продукт. По крайней мере, прекрасный он внешне. Я тоже не смогла просто пройти мимо. Вот. Просто посмотрите, насколько замечательная здесь упаковка. Мне кажется, любой девушке очень сложно будет пройти мимо такой упаковки. И, опять же-таки, продукт невероятно бюджетный. И что же это, собственно? Это гель после депиляции, экстра увлажнение. Также выпускает фирма Эльфа, насколько я понимаю. Да, также выпускает Эльфа. И здесь 150 мл. Да, конечно, упаковка на самом деле просто великолепная. Она просто шикарно оформлена. Этот гель также имеет довольно приятный такой косметический аромат. Неплохо, в принципе, работает после бритья. Сейчас также им пользуюсь. Поэтому, да, я осталась в восторге. Эти два средства. Правда, просто шикарная-шикарная находка. Поэтому, конечно же, я советую еще и как. И еще один вам покажу продукт. Напоследок, это будет мыло Thermal Spa от Palmolive. Обновление кожи с экстрактом кокоса и маслом ЖЖБА. В общем, все очень-очень любят вот эти вот гели для душа от Palmolive Thermal Spa с кокосом. В общем, там очень-очень много видов. Кажется, уже штук 6 вышло. Но я купила именно мыло. Говорят, что очень хорошее. Я слышала также много отзывов, что действительно очень приятно пахнет кокосом. Правда, так очень питает, увлажняет руки. В общем, купила я. Надеюсь, что понравится. И если понравится, то куплю еще и гель из этой же серии. Итак, в этом видео с покупками все. Надеюсь, что вам понравилось. Обязательно, если вам понравилось, ставьте мне пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Мы с вами скоро увидимся. Спасибо, что посмотрели. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok